Социальные работники почувствовали себя на месте инвалидов. В Красносельском районе прошла акция «Доступный город». Активисты проверили, что изменилось за год. Первая остановка – отдел вселения и учета граждан. Здесь инвалидам в прямом смысле приходится обивать пороги. На высокую ступень на коляске не заехать. Вышедший сотрудник предложила оформить документы с улицы. Правда, дотянуться до этого окна непросто, а кнопки вызова и вовсе нет. А вот МФЦ с прошлого года стал лучше. Здесь теперь и кнопка вызова, и беспрепятственный заезд. Конечно, и здесь всё не идеально. На кнопке отсутствует пиктограмма для слабовидящих посетителей. Но всё же лучше, чем ничего. Из достижений – остановка на пересечении улицы Доблести и Ленинского проспекта. Два года понадобилось активистам, чтобы власти занизили здесь поребрики. Тротуары вообще самый богатый на недочёты раздел инспекций, плохой асфальт и высокие бордюры. Это полоса препятствий. И поэтому здесь задействовано, конечно, достаточно очень много организаций. Это муниципальное образование, это комитет по благоустройству. Когда нам комитет по благоустройству предъявит эти ведомости дефектов, и, в общем-то, мы включим в адресную программу ремонта. Тогда, в общем-то, комитет по транспортному развитию сможет устранить на уличной дорожной сети вот эти вот проблемы. Как показала практика, и большинство магазинов района всё ещё недоступны для инвалидов. Пороги должны быть не выше полутора сантиметров. Здесь вопрос могут решить только собственники помещений, и мало кто из них готов раскошелиться на дополнительный ремонт. Третий год не могут сделать доступным подъезд к Сбербанку. Пандусы поставили, а поребрики на тротуаре остались высокими. Мы как раз подъезжали к этому поребрику, который по дороге к доступному Сбербанку с 2014 года. Уже третий год мы говорим о том, что тут надо сделать съезд, тут нужно сделать съезд. Нам пообещали, что нам его сделают к концу года. Вместе с инвалидами доступность инфраструктуры и госучреждений проверила студентка Дарья Макеева, будущий социальный работник. Прокатиться на коляске предлагали и ответственным чиновникам, но среди них желающих не нашлось. Хотя участие в такой форме могло бы значительно ускорить работу, считают инвалиды. Если продолжать с такими темпами, доступная среда в Красносельском районе появится не раньше, чем через 10 лет.